Осторожно в ШИМ! С таким посланием врачи кожного нейрологического диспансера обращаются к челнинцам. Заканчивающееся полугодие – традиционное пиковое время для педикулеза. Какая ситуация в городе сейчас и кто больше подвержен атакам паразитов, узнавала Любовь Захарова. Мужчины, женщины и дети. Паразиты, видев шеи и гнид, появляются независимо от половой принадлежности и возраста, однозначно заявляют врачи. Насекомые представляют собой крошечных животных серо-белого цвета длиной до 4 мм, которые селятся на волосах человека. Излюбленное место локации – височная и затылочная области головы. На сегодняшний день в городе заболевание педикулезом особенно актуально, так как именно в осенний период приходится больше всего выявлений, в частности, у детей. По словам врачей-дерматовенерологов, дети действительно находятся в группе риска. Причиной тому является их близкий контакт друг с другом и в том числе с переносчиками болезни. Передаваться в шеи могут через предметы обихода – шапки, расчески и даже подушки. При этом ошибочно считать, что заболевание – проблема лишь неблагополучных семей и асоциальных горожан. Вши не могут прыгать, не могут летать, они могут только ползать, и дети чаще всего заражаются во время активных игр с волос зараженного ребенка, передается на волосы здорового. Также возможно заражение педикулезом летнее время во время купания в стоящих водоемах. А вот от животных заразиться паразитами невозможно. Главный симптом заболевания – зуд, вызванный слюной насекомого. В любом случае врачи советуют не заниматься самолечением и обратиться к специалистам. Ведь если у ребенка паразитов могут заметить взрослые, то у них самих болезнь может прогрессировать довольно долго.